Война, когда началась, она застала меня в четырехлетнем возрасте. В местечке, которое называется Выреца, под Ленинград. И отцы приехали туда и сказали, что нас надо перевозить уже в город, потому что началась война. И в июле мы уезжали вместе с мамой в город Горький. Отец сказал, только не берите с собой ничего зимнего, потому что в конце осени война кончится, и в зимнего врать с собой пальто, никаких одежды не надо зимних. Все так думали тогда. Именно что такое война, я определил уже только когда был там, в эвакуации. Горький не бомбили, но каждый раз, когда зазвала тревога, уходили во двор и лезли в щели, там были выкоптаны, там не было даже бомбоубежища. У меня очень грустное было воспоминание, потому что когда мы однажды под тревогой прямо побежали со двора, у меня там остался солдатик, мой любимый солдатик, пилот. Я его обожал, Чкалов я его называл, этого солдатика. И когда мы вернулись, его не оказалось. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая, когда уже мы узнали, что война прекратилась, праздник был потрясающий совершенно. Народ обнимались, плакали люди на улицах. И надо было видеть этих людей и плачущих женщин. Мы-то радовались безумно, мы не понимали, что такое. Просто поняли, что кончилась война и, наверное, будет другая жизнь. Одним моим детским воспоминанием было то, что к нам приезжал военный писатель. Он разыскивал моего отца. Уже сейчас, пользуясь интернетом, я нашла эту книгу. Я узнала об одном эпизоде войны. Это было 6 ноября 1941 года. Немцы подбили наш штурмовик. Тот совсем немного не дотянул до линии фронта. Из горящего самолета с парашютом выбросился летчик. Приземлился недалеко от поселка. Летчик добежал до одного из домов. В дымящемся комбинезоне он вбежал в дом и крикнул. Уходите, сейчас будут стрелять. Фашисты подожгли дом. Летчик, расстреляв все патроны, сгорел заживо. Из этой книги я узнала, что летчику было 18 лет. Это Анатолий Яковлевич Панфилов. Самый молодой летчик Ленинградского фронта. А дети, которых он выгнал, это были сестры моего отца и мой отец. Моему отцу было в ту пору 17 лет. Отец после этого вынужден был спрятаться в лесу, чтобы его не угнали в Германию. Добрался до Ленинграда, пришел в военкомат. Его отправили в военное училище. Отец стал младшим лейтенантом. Воевал, был ранен, получал награды. И отец пришел с войны. Дедушка мой, Николай Федорович Михайлов. 1908 года рождения. Он воевал еще в финскую войну. И потом, с началом блокады Ленинграда, он стал шофером. Всю блокаду он возил хлеб по дороге жизни в Ленинград. Семья его оставалась в Петербурге. Они жили на Садовой улице. Это была жена и двое детей. Дед часто, конечно, посещал семью свою, навещал. Но спасти все равно сына не удалось. Маленького Бориса, он умер. Буквально, по-моему, в первую зиму блокадную. Бабушка рассказывала, он приезжал и шутил. Тебе как хлеба отрезать, чтобы двумя руками удержать или одной? Бабушка говорила, двумя, конечно же, двумя. И он отрезал тонко-тонко ей кусочек хлеба, что его действительно можно удержать было только двумя руками. В конце войны, в 43-м, у них родилась еще вот моя мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова